Децентрализация, открытые кошельки, отсутствие регистрации, никаких лимитов и проверок личности, все прозрачно и легко отслеживаемо. Рудекс.Декс.Биржа на блокчейн Графен. Приветствуем вас на обзоре биржи Рудекс. В верхней части сайта вы видите навигацию для быстрого старта, а также выбор языка. До регистрации вам доступен русский и английский. После уже будут доступны и другие языки. На главной странице биржи мы видим основные преимущества биржи, которые не дадут пройти мимо. Рудекс.Это биржа основанная на блокчейне и системе шлюзов, что позволяет автоматизировать весь процесс и сделать максимально прозрачным для анализа и статистики. На бирже доступен бесплатный торговый бон, на который мы взглянем чуть позже. Биржа доступна в браузере, а также в виде десктопного приложения для разных операционных систем. Нажав «Скачать», вы переходите в репозиторий GitHub, где показана актуальная версия, а также сопутствующие файлы. Для старта вам достаточно найти установочный файл для вашей операционной системы. Все остальное вам может пригодиться уже, когда разберетесь с функционалом биржи. Жмем «Начать торговлю». Чтобы пользоваться биржей, нам необходим личный кабинет. Для этого переходим в боковое навигационное меню и жмем «Создать аккаунт». Внимательно читаем сопроводительный текст, который даст понять, что регистрация тут непривычная, как на многих биржах. Ваш аккаунт создается в блокчейне биржи. Соответственно, у вас есть публичный и приватный ключ. К сохранности последнего необходимо подойти со всей важностью. Вводим имя аккаунта. Стандартный аккаунт на бирже требует дефис в имени. О чем вам выскакивает напоминание. Далее мы видим сгенерированный пароль. Это и будет вашим приватным ключом. Сочетание данного ключа и имени позволит вам авторизоваться на бирже. Копируем его и сохраняем. Затем вводим его в поле ниже. Соглашаемся с условиями использования и жмем «Создать аккаунт». Переходим к шагу 2. Тут описано, насколько важно сохранить ваш пароль. И в случае его утери, вам никто не сможет помочь. Поэтому заведите несколько резервных копий, содержащих ваш пароль. Выбираем «Показать пароль». Сверяем его с сохраненным ранее или сохраняем его, если не сделали это на первом шаге. После чего жмем «Перейти на инфопанель». Вот и вся регистрация биржа не требует ваших персональных данных, прохождения QYC и прочего. По сути, ваш аккаунт – это запись в блокчейн, в котором прописан сам аккаунт, и активы, привязанные к нему через шлюзы. В правом углу мы видим имя аккаунта, функцию блокировки доступа, активировав которую вы не сможете начать торговлю, пока не введете пароль. Данная функция включается автоматически, если аккаунт бездействует, что позволяет защитить его от случайных нажатий, а также третьих лиц за вашим устройством. Время бездействия можно настроить под себя. В языковой панели уже наблюдается разнообразие, в отличие от главной страницы биржи. Боковое навигационное меню стало больше, и нам доступны функции персонализации и управления аккаунтом. Первым делом перейдем в настройки. Вы можете выбрать, в чем показывать единицу счета в торговых парах. Выбираем USDT, так как он всем привычен и понятен. Также можно выбрать, чем вы будете оплачивать комиссии за сделки. Еще раз напомним, что биржа создана на блокчейн и поддерживается валидаторами, а соответственно за любое действие, попадающее в блок, взымается комиссия. Вы можете использовать внутренний токен Grafen или же платить комиссии любыми другими монетами. Но, как и везде, внутренний токен дает нам больше выгоды. Также видим ряд настроек. Разобраться с ними вам предстоит самим, мы же только сменим тему. Темная тема стала уже более привычная глазу. Рудекс не запрещает вам использовать несколько аккаунтов на одном устройстве. Весь список вы можете подключить и при необходимости переключаться. В разделе «Узлы» мы наблюдаем активное подключение к ноде. По стандарту доступно всего два узла – Европа и Азия. Отображается пинг-соединение. В нашем случае он весьма высок, но не критичен. Также вы можете подключить дополнительные узлы, если знаете их данные. Если вы увлеклись настройками и не знаете, как вернуть все назад, есть раздел со сбросом настроек по умолчанию. Перейдя в раздел «Аккаунт», вы можете наблюдать все имеющиеся у вас активы, открытые ордера, лимитированной и маржинальной торговли, а также активность вашего аккаунта. Сейчас мы наблюдаем, что наш аккаунт был создан, добавлен в блокчейн в таком-то блоке, за это уплачена комиссия активатором. Активатор у вас есть всегда. Если вы перешли по реферальной ссылке, то это будет конкретный человек, если просто зарегистрировались на усмотрение системы. Итак, внизу мы видим три раздела – листинг, аудит и поддержка. Перейдем к листингу. На бирже присутствует модуль социального листинга. Пользователи сами выдвигают интересующую их монету и начинается сбор средств на листинг. Голосовать можно с помощью специальных донат-коинов, которые вы можете приобрести на самой бирже по курсу 1 к 1 с USDT. Таким же способом монета PRISM попала на данную биржу и на данный момент имеет весьма хорошую ликвидность. Был произведен своеобразный airdrop за привлечение новых последователей, что позволило сообществу узнать о данной бирже. Также вы можете добавить на листинг интересующую вас монету, но до этого необходимо заполнить заявку на рассмотрение. Перейдем в аудит. Раздел аудит является козырем данной биржи. Разработчики показывают информацию об активах, имеющихся на бирже. Нет необходимости вычислять и играть в детектива. Все прозрачно и на ладони, как количество, так и на каких кошельках размещены активы. Перейдем к депозиту и выводу. На бирже можно пополнить баланс через шлюзы, как криптовалютные, так и фиатные. С помощью карты вы можете приобрести криптовалюту в биткоин и эфириум. Другие криптовалюты не поддерживаются на текущий момент, поэтому не будем заострять внимание. Соглашаемся с условиями использования шлюза и выбираем интересующую нас криптовалюту. Указан адрес кошелька и мемо примечания. Это говорит нам о том, что биржа пользуется автоматическим распределением монет на аккаунт. Не забываем указывать данное примечание. Без техподдержки это исправить не удастся. Вывод тоже возможен. Вводим адрес кошелька, публичный ключ и примечание. Если примечание вам не нужно, оставляем поле пустым. Перейдем к обозревателю. В этом разделе вы можете наблюдать работу блокчейн в реальном времени. Мы видим текущую высоту, время генерации блока, количество валидаторов сети, среднее количество транзакций в блоке и в секунду. Также отображается, какие действия были внесены в блокчейн. Кем был подтвержден данный блок и в какое время, что дает нам полную прозрачность биржи. Также мы можем увидеть полный список валидаторов и их вес в сети, а также размещенную анкету в публичном доступе. В соседней вкладке выложен полный список всех комиссий биржи. Некоторые из них требуют пожизненного членства на бирже. Как найти раздел с этим пожизненным членством? Переходим в боковое меню, выбираем «Расширены», «Статистика членства». И в данном разделе можно посмотреть, как распределяются комиссии, уплаченные вашим аккаунтом, а также купить пожизненную подписку. Она даст вам возможность получать 80% кэшбэка с комиссии ваших последователей. Иными словами, вы покупаете реферальную программу. Данная ссылка остается за вами, и все рефералы, зарегистрировавшиеся по ней, также пожизненно привязываются к вам. Весьма интересный ход разработчиков для масштабирования сети. Рассмотрим раздел «Права доступа». В данном разделе вы можете найти публичный ключ своего аккаунта. Приватный находится у вас. Публичный виден всем пользователям сети блокчейн. Данный ключ служит своеобразной цифровой подписью, и некоторые сервисы биржи просят его для подтверждения. Ваш приватный ключ требуется только для входа на биржу, но разработчики предусмотрели и этот момент. Вы можете создать дополнительные пароли доступа к бирже, а ваш приватный ключ изначальный спрятать и использовать только в крайней необходимости. Разработчики предупреждают, что этот способ не является на 100% безопасным, и пароль может быть скомпрометирован при brute force атаках. Используйте данный сервис на свой страх и риск. Также вы можете создать бумажный кошелек. Вам будет предложено скачать PDF-файл, в котором содержится три дополнительных публичных ключа для доступа к аккаунту, а также QR-коды. Один из разделов, позволяющий быстро познакомиться с дополнительным функционалом биржи, представляется вашему вниманию. Рекомендуем данный раздел для ознакомления. Вы найдете еще уйму интересных сервисов. Нас же интересует голосование. Можете перейти в него как с данного раздела, так и с бокового меню. В данном разделе вы можете подать заявку и стать валидатором в сети. Для этого вам необходимо создать своеобразное резюме, как у текущих валидаторов. Разместить его в открытом доступе и указать на него ссылку. Подписать это вашим действующим публичным ключом и отправить на рассмотрение. Разумеется, чтобы стать валидатором, вам необходимо минимум держать токен графен, а максимум понимать рабочую часть и быть готовым технически. Но сам факт того, что вы можете присоединиться к валидаторам, уже является необычным, а также может стать дополнительным источником дохода. Биржа Rudex предоставляет нам бесплатного бота для торговли. Данного бота лучше настраивать и запускать не с браузера, а с десктопных приложений. В некоторых браузерах отображаемые функции работают не должным образом. В приложениях такой проблемы не наблюдается. Данный бот может работать в трех режимах. Действенность его мы не проверяли, но можем предположить сразу, комиссии вы будете платить за каждый размещенный ордер. И если этот бот будет переставлять ордера, как это делает большинство ботов, этот фактор надо учесть. В любом случае попробовать стоит. Перейдем к торговой панели. Ищем нужную нам торговую пару. График явно желает нам что-то показать. Справа есть кнопки увеличения и уменьшения размера графика, а также дополнительных инструментов. Подключаем их и уже начинает прорисовываться картина. Настраиваем привычное нам отображение свечей. Переходим в настройки персонализации и подгоняем под себя. Переключив на график отображения глубины, мы видим соотношение спроса и предложения в определенном диапазоне. Не будем брать в расчет заоблачно-пессимистичные ордера, смотрим на рабочий диапазон и видим весьма хорошую ликвидность спроса и предложения. Чтобы отдельно не настраивать график в приложениях, вы можете сохранить бэкап настроек и всех ваших индикаторов, таким образом перенести их и не тратить повторно время. Имеется базовый список индикаторов, привычных многим. Временной промежуток закрытия свечей, дополнительная панель инструментов для работы с графиком, а также промежуток отображения на графике. Все знакомое и привычное. Справа от графика у нас находится список торговых пар, а также их фильтр. Вы можете добавить торговые пары в избранное и переключаться между ними в быстром доступе. Под графиком наблюдаем блок выставления ордеров на покупку и продажу. Если у вас имеется токен графен, вы можете выбрать в чем платить комиссии. Ниже находится список текущих ордеров. Мы можем увидеть суммарную глубину всех ордеров, также имеется список ваших ордеров и последних исполненных. Вы можете выставлять как обычные лимитированные ордера, так и масштабируемые. Масштабируемый ордер позволяет вам выставлять сразу несколько ордеров в определенном ценовом диапазоне. Это весьма удобно, если вы пользуетесь стратегией усреднения. Также можно выставить, через какой промежуток времени ваш ордер будет автоматически отменен. Как итог, это весьма необычная биржа, которая позволяет заниматься именно покупкой и продажей активов, а не их спекуляцией. Рекомендуем вам познакомиться с ней самостоятельно. Возможно, вам понравится, и вы останетесь именно на ней. Это был обзор биржи Rudex, DEX биржи на блокчейне Graphene. Спасибо за внимание. Всегда с вами команда продвижения PRISM. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова